Афинпичеры появлялись в таких фильмах, как «Оскар» и «Люсинда». Трудно быть богом. Стандарты пород с течением времени могут изменяться. Могут и измениться как стандарты внешности, так и стандарты касательно характера породы или рабочих качеств. В художественных произведениях ранних лет запечатлены наиболее типичные представители пород того времени. Сравнивая с современным внешним видом породы вы сможете оценить, насколько сильно порода менялась с течением времени. Также представляет интерес архивные фотографии по конкретным породам, которые вы можете найти в интернете на специализированных форумах о породе. Размеры и общий вид. Высота в холке от 24 до 28 см. Вес от 3 до 4 кг. Собака не великоростом, но крепко сбита. Выразительная мохнатая мордочка делает ее облик неповторимым. Окрас. Преимущественно черный, но стандарт допускает черно-серый и черный с сединой. Иногда встречаются темно-рыжие или буро-коричневые подпалины. Шерсть. Густая, жесткая, взверошенная. И ее необходимо регулярно расчесывать. Голова. Небольшого размера, с широким лбом и резким, но не глубоким переходом от лба к морде. Мордочка тупая и короткая, с четко выраженным подбородком. Мочка носа черная. Глаза. Маленькие, черные и блестящие. Между ними и мочкой носа просматривается равносторонний треугольник. Лапы. Маленькие, круглые, плотно сжатые в комок. Коготки черные. Афинпичеры очень сильно привязаны к человеческой семье, в которой они живут. Некоторые породы сильно привязаны к одному человеку, другие ко всем членам человеческой семьи, третьи могут иметь приветливое отношение вообще ко всем людям, а четвертое могут не иметь тесных связей даже с хозяином. Афинпичеры очень сильно привязаны ко всем членам человеческой семьи, в которой они живут. Также они достаточно рады и незнакомым людям, однако относятся к ним с настороженностью. Отношение любой собаки к незнакомым ей людям сильно зависит от породы питомца, но еще сильнее это отношение зависит от воспитания и социализации конкретной особи, при этом особенно важным в этом плане является социализация в раннем щенячьем возрасте питомца. При этом с детьми, афинпичеры плохо ладят. Даже под присмотром хозяина следует с большой осторожностью относиться к совместному времяпровождению маленьких детей и афинпинчеров. Некоторые породы собак более спокойно относятся к поведению маленьких детей и могут не обратить внимание на какие-то выходки детей, однако стоит понимать, что собаки всех пород, какими бы они ни были дружелюбными, должны находиться с детьми только под присмотром хозяина или взрослых людей, так как помимо качеств породы в отношении детей есть еще и индивидуальные особенности каждой собаки, ее воспитания и предыдущего опыта в общении с детьми, а также и само поведение детей. А вот с другими собаками афинпинчеры достаточно хорошо находят общий язык и они прекрасно ладят между собой, если, конечно же, другие собаки проявляют схожее поведение. Чего не сказать о мелких домашних животных таких как хомячки, домашние крысы, белки, шиншилы и прочие грызуны. С кошками могут наладить контакт. Разные породы собак по-разному относятся к себе подобным, одни собаки будут играть и всячески взаимодействовать с собаками которых встретят или с которыми живут вместе, другие породы могут стараться доминировать или даже нападать на себе подобных четвероногих. При этом взаимоотношение между собаками может сильно отличаться от того как собака будет реагировать на людей. Поведение собаки в отношении других собак и людей зависит не только от породы, но и от социализации конкретной особи. Одним из очень больших плюсов породы афинпичер является нетребовательность этой породы к опыту владения собаками у хозяина. Одни породы собак легче содержать и обучать, а другие более независимы и даже напористы и таким породам нужен опытный владелец. Порода афинпинчер отлично подойдет неопытным владельцам собак или даже тем, кто заводит собаку впервые. Также афинпинчеры просто прекрасно подходят для содержания в квартире, но следует иметь в виду, что они не переносят одиночество и не могут быть оставлены одни на долгое время. Качество и количество шерсти позволяют афинпинчеру комфортно переносить небольшой холод и кратковременную жару, а вот сильно низкая или высокая температура уже небезопасна для четвероногого. Следует избегать активных нагрузок в теплое время года. Обучаемость и дрессировка. Все собаки подаются обучению и дрессировке, однако одни породы запоминают и выполняют команды быстрее и охотнее других пород. Разным породам нужен разный подход к дрессировке и обучению. Некоторые породы могут показаться плохо обучаемыми или даже глупыми, однако в большинстве случаев плохая обучаемость породы собаки связана с упрямым или независимым характером породы собаки или индивидуальной особи. Это как раз случай афинпинчеров, они достаточно умны, чтобы понять чего от них хотят, но при этом они настолько же упрямы. Также огромное значение в обучаемости собаки играет роль то, какие методы обучения использует дрессировщик для конкретной породы. В книге «Интеллект собак», написанной профессором психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере Стэнли Кореном, афинпинчер находится на 37 месте из 80, по способностям к обучению. В этом плане порода стоит на одном ряду с австралийским шелковистым терьером, карликовым пинчером, английским сетером, фараоновой собакой и кламбер с паниелем. В книге профессора Стэнли Корена, афинпинчер расположен в группе собаки со способностями к обучению выше среднего. Освоение новой команды от 15 до 25 повторений. Исполнение команды с первого раза, в 70% случаев и выше. Склонность к лаю. Кроме всего прочего породы отличаются и по уровню шума, а точнее по частоте их лая. Одни породы могут лаять постоянно без остановки и ни капли не уставая облаять каждого незнакомца или чужую собаку, которая пройдет мимо вашего дома или мимо нее самой, другие породы лают только по делу, тогда когда это по ее мнению необходимо, а третьи могут подавать голос только в исключительных случаях. Афинпинчеров можно отнести ко второй группе, описанной выше. Эта порода точно не будет доставать вас и ваших соседей беспричинным лаем. А вот желанием грызть эти собаки не обделены. Желание грызть и все пробовать на зуб является общей для щенков всех пород, однако во взрослом состоянии разные породы в разной степени склонны к исследованию мира с помощью своих зубов. Афинпинчеры достаточно сильно склонны к таким шалостям. Уровень активности и энергии. По уровню заряженности и активности также можно разделить породы на активных и спокойных или даже ленивых. Активная собака будет требовать от вас постоянных прогулок, тренировок и частой умственной стимуляции, спокойные и менее энергичные собаки будут довольны недлительными прогулками вокруг дома и с радостью разделят ваше желание поваляться дома на диване. Эту особенность следует учитывать при выборе питомца, так как нереализованные потребности активного животного будут реализовываться дома на вещах и предметах вашего жилища. От количества энергии в собаке зависит и то, с каким желанием и как долго собака будет играть в игры с вами или с вашим ребенком под вашим присмотром. Афинпинчеры в этом плане заряжены на полную катушку. Кроме того, у многих пород есть врожденные желания преследовать движущиеся объекты и животных, степень этого желания может различаться от породы к породе. Если у собаки этот врожденный инстинкт развит сильно, нужно внимательно следить за питомцем во время прогулки и держать его на поводке, так как любой движущийся предмет может спровоцировать собаку к погоне, даже если это будет автомобиль, который может навредить животному, в такие моменты собака может ослушаться окрика хозяина и переключить все свое внимание на движущуюся цель. Кроме того, такие породы представляют дополнительную опасность мелким домашним животным и птицам. Однако у афинпичеров этот инстинкт хоть и имеется в избыточном количестве, совладать с ним он чаще всего способен. Страсть к бродяжничеству и свободолюбие. Некоторые породы имеют склонность к преодолеванию больших расстояний на своих четырех, ради чего их и выводили, поэтому такие собаки следуя инстинкту не упустят возможности пробежаться вслед за пару километров, несмотря на ваши уклики. К таким прогулкам в основном склонны ездовые собаки, гончие и щейки. Афинпинчеры, как правило, не имеют такой привычки. Склонность к слюнотечению. Количество выделяемой слюны зависит от особенностей породы. Одни породы выделяют так много слюны, что могут оставлять следы на ковре, на диване, на полу и на вас, другие породы тоже выделяют слюну, но происходит это у них в намного меньшем количестве. К счастью, афинпинчеры выделяют крайне мало слюны. Также большим плюсом афинпинчеров будет и то, что они линяют крайне мало. Количество шерсти от собаки в вашем доме и на одежде сильно зависит от того, какую породу вы выбрали, некоторые собаки линяют круглый год, другие только сезонно, третьи почти не линяют. Эта характеристика породы может быть важна в зависимости от того, где вы планируете содержать питомца, есть ли аллергии на шерсть животных у членов вашей семьи и от того, насколько для вас это вообще важно. Историческая справка породы и подгруппы. Предками пинчеров и шнауцеров были универсальные по типу использования собаки средних размеров, так называемые жесткошерстные собаки, встречавшиеся в разных формах по всей Европе. Они охраняли стадо, сопровождали скот в пути, защищали имущество хозяина и обеспечивали его личную безопасность. Примитивные пинчеры и шнауцеры отличались энергичным темпераментом, силой, неутомимостью и прекрасной приспособленностью к довольно суровым климатическим условиям. Была у них еще одна черта, необходимая для любой серьезной рабочей собаки, недоверчивость к посторонним. Центром разведения и селекции группы пинчеров и шнауцеров была Германия. Провести четкую грань между старыми формами пинчеров и шнауцеров достаточно сложно. Тип сложения, строение черепа, направление их использования практически не различались, что же касается шерсти, то встречались пинчеры с гладкой и жесткой шерстью, тогда как шнауцеры были только жесткошерстными. Карликовые формы выделились в особые породы раньше своих крупных собратьев. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Ведь от рабочей собаки в течение веков человек требовал прежде всего четкого исполнения ее обязанностей, а потом уже единообразия и определенной характерности внешних форм. А отбор по экстерьеру вели лишь в тех случаях, когда от вполне определенных особенностей зависело улучшение работоспособности. А вот при разведении мелких собачек, что называется, для души, внимание обращали в первую очередь на оригинальную внешность. И чем меньше такое создание походило на других собак, тем больше сил затрачивали на сохранение его оригинальных черт в потомстве. Нет такого отклонения от нормального типа, который люди не постарались бы закрепить в поголовье декоративных собак. Не миновала чаша сияй пинчеров со шнауцерами. Пока крупные собаки продолжали пасти скот и сопровождать гурты, карликовые пинчеры и шнауцеры уже поселились в жилищах людей на правах домашних баловней и представляли собой вполне сформированные породы с четкими и единообразными признаками экстерьера. Афин пинчера это самая маленькая собака из семейства шнауцеров и пинчеров, представляющая собой жесткошерстную форму пинчера. Шерсть надо регулярно расчесывать. Особое своеобразие афин пинчеру придают жесткие усы и борода, из-за которых малютка и получил свое название, переводимое как обезьяний пинчер. Характер имеет очень живой и бесстрашный, готов носиться без устали целый день, однако, если не полениться и заняться вовремя его воспитанием, он с радостью будет выполнять любую вашу команду. Уход за собакой. Некоторым породам может требоваться много ухода и внимания из-за за особенностей шерстяного покрова, форма морды, среды обитания или общего здоровья породы. Афин пинчеры в этом плане достаточно средние по сложности ухода собаки, они не потребуют большого количества времени на себя. Общее здоровье породы по 10-ти бальной шкале. Общее состояние здоровья собак этой породы и возможности появления генетических болезней у них можно оценить по 10-ти бальной шкале на 8 баллов, то есть это достаточно здоровые собаки с минимальным количеством генетически предрасположенных заболеваний. Средняя продолжительность жизни афин пинчеров составляет от 12 до 14 лет.